Сейчас я вам расскажу, для чего была революция достоинства. Слышите, гудит, это у меня в голове гудит от понимания. Я вдруг понял, для чего нужна была революция достоинства. Для того, чтобы людей опустить в ноль. Для того, чтобы сделать их нищими и голодными. А потом создать партию укроп, раздавать им по килограмму гречки и макароны. Чтобы они приходили за тебя и голосовали. В принципе, я думаю, что скоро будут приходить за буханкой хлеба. Стоять под дождем, умирать в очереди. Это гениально. Революция достоинства была сделана именно для этого. Я вдруг понял, для того, чтобы все стали нищими. Нищий придет и отдаст свой бесценный голос за килограмм вонючего риса. За килограмм, даже пусть пахучей гречки. За килограмм сахара. Просто умрет в этой очереди. И сдохнет, приползет на колени. В общем, революция достоинства была сделана именно для этого. Для того, чтобы рабы приходили и голосовали за килограмм гречки. Сегодня вдруг я понял, отчетливо понял. Как будто алмазная пуля. Раз... Эх, да что там. А скажи, будь ласка, что тут раздают? Так вы стоите, и вы не знаете, что тут будут давать? Так, показываю. Добрый день. А что тут раздают? Я знаю. За выборы дают. А что дают? Продукты. Продукты? Да. Так что, вы в дождь будете стоять за продуктами дурнева? А что ты предлагаешь? Что? А что вы предлагаете? Я ничего не пропоную. Я просто запитую. От вы готовы стоять под дождем? Готовы. Готовы. Пусть они посмотрят. Ничего, людей довели. Пусть посмотрят. Ну, это же продукты дурнева. Вам не все одна? А вы за кого агитируете? Я за никого. Так и идите своей дорогой. Добрый день. А скажите, пожалуйста, за чем это черга? За продуктами? Да. А вы хотите стоять в великую чергу в дождь за продукты дурнева? Я любуюсь. А? Любуюсь. А, любуюсь. Да. Для чего доверить? А кто это доверить? Вот есть кандидат дурнева. Он сейчас продает еду. И люди стоят, ждут. А кто здесь? Да. Понятно. Хороший. Раньше не будет. Это бардак. Почему? Ну, я таких людей не видела. Я первый раз стою, я не знаю. Я уже додому говорю, я не хочу, я уже ничего не скажу. А бещерги лизут? Бещерги, конечно. Ну, но смотрите, такая большая количество людей, то все стоят за продукты, которые дурнева раздают, да? Вы знаете, что я вам хочу сказать. А тут наряд надо милить, чтобы по одному, хоть по одному очередь вот эта. Чтобы порядок был, да? Чтобы порядок был. Пароль, пароль ваш. Пароль? Пароль в Украине. Пароль, Анаслава. Ваш пароль. Это Круцкий. Смотрит в Урагам. Ваш пароль, пацаны. Я вам сказал, что в Украине. Пароль. Пароль, что в Украине. Сюда ко мне все выходят. Почему? Не спустите. Я сейчас двою старшим, сейчас группы приезжают, будем с вами разговаривать. Доброе, доброе. Или выходим, или будем по нормальному. Пошли. Пойдем в сторону. Мы в черте, мы в черте. Пожалуйста. Давайте, ну, вы все понимаете. Давайте, конечно. С кем я спилкуемся? Я бит в Украине. Б1 на реализации Украины, я волонтер. Я тоже волонтер. Б2О, морковка, яркая обед меня. Доброе. 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 Пойдемте. Пойдемте. Можно, но вы сейчас будете звонить в старшем, сейчас будем с вами разговаривать. Да, благослово позвоните, будь ласка. Все, звоните. Садись со мной, если нет, и сейчас у нас выйдет камера, хорошо? Доброе, доброе, доброе. Все, подойдите. Пойдемте надо. Нет, я не прицелик, милей, чтобы нас укрепляли. Вот я обращаюсь. Ну, так давайте, сейчас заканчиваем фото снимать. Чего? Я себе спереди, я журналист. Как вы представились? Беломорковка. Я журналист. Пришлите сюда, пожалуйста, еще ребят. Да, это побеждение, значит, эти два тоже, якобы, волонтера представились. Беломорковка, мешают, ну, нарушают порядок. Ну, вроде, в принципе, стараемся, но они тут на меня наговорят, что я пьяный и все остальное. Все, принято, принято, держим связь. Все, ребята, все, все равно. Вот здесь будем. Я журналист. Я разумею, я волонтер. Ну, все, это нет. Вы работаете свою работу, я работаю свою. Хорошо, давайте, пожалуйста, если вы будете провоцировать здесь людей, пожалуйста, делаем. Ну, вы имеете, пожалуйста, выслушай, хорошо? Давайте, пожалуйста. Вы имеете право снимать, это не запрещено. Не случайно. Да, где-то я, может, себя сейчас с вами не каретно повел, прошу извинения. Аналогично. Да, я трезвый волонтер, да, только не подбурим людей на всякие противники. Однозначно, однозначно. Все, счастливо. А что там раздают? Если погода, отпускай, вот так. Мы стояли, то, да. Продукты? Да. А на что, цей дурнев их раздаёт? А сейчас погоды немало, попробуем. 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 Для чего цих продуктов дурнев раздаёт, как вы думаете? Чтобы голосовать. Чтобы за дурневом голосовать? Не, не за его, я не знаю, еще много есть, и круп, и... Я уже детка, 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 мальчика, мальчика, мальчика. Завозуміло. Меня уже не за его, и зеваются. Да. Цей дурнев совести взагалі немає, а он так скажет. Ну, как это, наверное, мы думаем, что это, наверное, мы думаем, что это, наверное, давление, таблетки. Так я сегодня пришла. А вы сегодня пришли. А если сегодня не получите, завтра прийдете? Нет. Я уже на моху, дочка, дорога, дочка, и на работу мы переехали, строилась, где нет, нет. Что сталося? Погано стало человеком. Что стало? Может, швидку выкликать? Выкликать, конечно. Все нормально? У нее подарочки, это наш двойник. Это, блядь, надо довести народ до того, чтобы вот так вот, сука, убивали друг друга, блядь. Да, это, чтобы отдал свой голос, даешь паспорт, он засунулся, все пиздец. Да, это, чтобы отдал свой голос. Пакеты. Что за пакеты? Килограмм риса, килограмм гречки, шпроты и макароны. А, и макароны. Зрозуміло. А, скажите, будь ласка, целковь там расписывайтесь за это? Нет, паспорт пока, потому что прописка была чернильская. А только чернильщинам, так? Да. Зрозуміло. Ну, вот такие великие черни, погода, дождь, и людям неважно стоять? Важно стоять, и плохо людям становится сердцем. Видите, вон палатка медицинская стоит скорой помощи. Ну, таки, что была швидка тут? Вон палатка стоит скорой помощи, там медсестра сидит. А, ну я просто, таки, что бачу швидка, я не встану. Да, и швидка была скорой помощи, да, да, да. И что, забирают людей злиться? Нет, ну, если кому-то плохо. Вообще, знаете, это унижение, это позор, это унижение просто человеческое. Это потому, что людей бедно составило, понимаете? Как на эти деньги можно прожить? То коммунальный ресурс, то-то, то-сё. Жить не на что. Хлеб 8 рублей стоит. Ну, вот как можно выжить? Ну, людей тоже можно зрозуметь. Вообще, это критиковать надо во всю катушку здесь. Ну, я не розумію кандидатів безпосередньо, які це так роблять. Мы же знают, что людей нема за что жити. Как это? Корбан.